сегодня в абакане на стадионе саяны проходят различные показательные выступления спартакиады различных ведомств в том числе мчс сейчас здесь предоставлено различное оборудование техника ну и как видите можно попробовать себя в роли пожарного чтобы показать насколько ты меткий серьезным лицом различное спецоборудование и экипировка сотрудников мчс пожарной службы можно в любую технику спокойно загрузиться и представить что вы выполняете какое-то специальное задание в общем хочу все-таки попробовать проверить свое снайперское мастерство когда будет еще такая возможность на соревнованиях на обычных нельзя потому что проходит мчс а тут пожалуйста можете освоить свои навыки а может я прирожденный пожарный ну или снайпер а 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 но с такого ракурса наверное еще никто не снимал по крайней мере я не видел я нахожусь на автомобиле это и века здесь очень удобная площадочка вся спецтехника от ребятишки у нас тренируются попадать в цель сейчас мы пойдем туда и посмотрим какие проходят там мероприятия здесь у нас кормят кашкой кто хочет желающие дальше спецтехника опять пошла но мы зайдем посмотрим здесь оружие есть можно будет посмотреть каша вкусная очень вкусная так молодежи нравится тут тоже поем так кашка у нас гречневая каша компот хлеб что еще и много много желающих пойдемте посмотрим оружие кто-то уже ест так интересно почему некоторые в масках вот у нас спецсредства военных с фонариками все ослеплять сюда смотришь и идешь веер тебя стрелять похоже на снайперские винтовки ага снайперская винтовка св-98 это автоматические вы на тяжелую будущий гранатометчик револьверный гранатомет 6g30 40 миллиметровый тяжелый нормально сначала и и правильно правильно пистолет-кулемет 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 и не уронит автомат калашника к 103 модифицированы настоящая мощь по уничтожению пехоты пулемет калашникова пкм снайперская винтовка драгунова револьверный гранатомет да он нашли есть карабин киска вот такой кстати я еще не видел это счет 0 9 а был на здесь 0 вот это уже старички томпсон сша вот у него производства нету пулемет мг 34 германия масса 12 килограмм пакуша наши завесные во всем мире гранжилет модуль 5 м защитный шлем пакуша нашел 999 привет калашникова модернизированный Здесь РПГ-7. Такого я в армии стрелял. Давно проводил. Здесь плохая выставка. А, кстати, я прошел мимо одной очень интересной винтовочки. Эта винтовочка у нас скорее всего снайперская винтовка В-94. Калибр 12,7 мм. Правильно я положил. Очень интересная вещь. Сразу смерть. Ой, кто там? Настя, привет. А где мама? Вон моя бабушка. А, с бабушкой сидит. Киндеры управляют автоматами. Здравствуйте. А где ваши? Вон белый. Малого вижу, а старшие где? Кирилл! Я оттогорнула. Да я отфотографировал. Я взял себе гречку. Но посмотрите, сколько здесь мяса. Посмотрите, сколько здесь мяса. Гречки. Чаек сладкий. Как в армии. Давно не ел. Хлебушек на выбор. Темный, светлый. Приятного аппетита. Ну, в общем, будущие солдаты неплохо кашку едят. Чайком запивают. Ну, мяса, правда, много прям. Мяса на удивление. Настя уже мясо все съела, да? Да. Каша вкусная, мяса много. Чай сильно сладкий. Особенно, когда давно такой не пил. Так вообще прям запоминается. Час пик, по сути. Ну, вкусно, в принципе, да. Я так перекусил. Хоть половинку бы просил. Но я перекусил. Нормально, вполне. Вот такой вот трекол. Различные спецсредства. Спецтехника, если быть точно. Характеристики, кому интересно, можете поставить на паузу. Форды. Газельки, видать, не катят. Полиция криминалистическая. Здесь у нас МВД выставка техники. Передвижная криминалистическая лаборатория. Также, кому интересно, можете поставить на паузу. Посмотреть. Ой, спасенные животные и так далее. А вот это классика. Когда уже у нас такие мужчины начнут по олигархам ходить и бомбить их. Чтоб у них приступы сердечные были. Кстати, можно пройти консультацию по приему на службу МВД. Но я бы с меня сразу заберу с моими двумя высшими. Я там работал. Теперь я с вами. Так. Стандартный классический УАЗик. Патриотик. Нивка спец. Но это, скорее всего, для собак там фургон. Квадроцикл. Подвижной узел связи на базе. Газа. КамАЗ. Так, пойдемте, что за... Горец. Горец. Кому интересно, ставьте на паузу. Характеристики ТТХ. Здесь у нас... Ага. Здесь у нас... Вот так вот интересно. Нравится? А он бронированный, да, частично, смотрю? Весь бронированный. Ну, вот, смотрите. Как же это интересно. Какой калибр держит? 12,7 держит, а? 7,62 держит. А, 7,62, да? СВД-ху держит. Хорошо. От снайперов уже. Пятый класс брони. Ну, катер. Аэролодка, так называемая. На воздушной подушке. А не на воздушной. Или воздушная. Да, наверное, на воздушной все-таки подушка. Аэролодка. А вот, смотрите, какое субмаринка интересная. Катер. Так, к сожалению, закрыто. А это наши классические автомобили прошлого. И форма одежды, кстати, обратите внимание. Вот такая раньше была форма. Такой вот Урау-мотоцикл. Так, а это у нас выставка в СССР России. Дорожный пристав. Здесь есть сразу камеры, которые определяют должников, да, я так понимаю, скорее всего? Да, камера снимает машину, фиксирует номер, и у нас на экране появляется информация о должнике. То есть она так сразу, мгновенно, да, есть? Ну да, практически, да. Если номер хорошо читаем, не грязный, мы сразу фиксируем номер машины, определяем, кому она принадлежит, и по машине устанавливаем должника, и имеется у него за должность либо нет. А если машину человек купил, еще не успел оформить, а машина была на предыдущих хозяина? Значит, мы увидим информацию на предыдущего владельца. А он еще не оформил на себя? Если вы его установили, он скажет, извините, это не я предоставил документы, то вы его соответственно отпустите, правильно? Да. Или машину изымите? Если он предоставит соответствующий документ. Все понятно. А это сразу чековые аппараты, да, идут? Да, можно оперативно оплатить за должность. Это, в принципе, можно прямо в машине все оформить, сделать, да, если даже когда? Особенно хорошо, тем, кто хотят за границу, наверное, уехать, да? Да. Очень удобно. Ну да, согласен. Все оперативно. Спасибо большое. Так, здесь у нас, смотрите, службу по контракту, кстати. Так, в войсках национальных гвардии. Есть внешняя оперативная служебная корпорация. И во вторую, обеспечить им комфортное с точки зрения боевого применения вооружения для выполнения своих задач. Такая вот брошюрка. Проще говоря, он должен все. Так, ну и здесь, наверное, пошла техника. Вот, кстати, бронированный УАЗик. Любимая техника всеми детьми. Все там здорово? Как в КАМАЗе, да? Ага. Как в КАМАЗе. О, ОМОНовский БМП. Здравствуйте. 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 Что, еще кого-то видят? с той стороны заглянуть я сюда тоже уже народ подтягивается так вот такое вот убранство здесь так грузоподъемность у него приличные а вот интересный а вот это у нас ребятки такой камаз идет камаз выстрел опять же кому надо паузу поставить и посмотрите это у нас такой камазик тоже здесь здесь у нас предоставлены автомобили син россии посидел отдохнула очень я надеюсь конечно я сюда никогда не попаду одиночная камера тут я теперь один здесь прям спросом пользуется то ни разу не был такие вот а здесь прятаться можно и 2 это так понимаю для самых хулиганистых да в общем люди не хулигантия то не завидую я вам не хотелось бы конечно путешествовать в таком автомобиле не по каким обстоятельствам а здесь идут тоже клеточки чё-то не открывается или силы а все открывается она но они длинные такие ночью тут темно и не ты уже знаешь да где свет включается берите все знает уже на работу его в общем темно вентиляцию включается но это уже такие клеточки для особо одаренных по крайней мере здесь нельзя курить это хорошо а здесь у нас кормят различные службы службы всему раз республики на кассе разные сладости и вкусности даже есть шашлык за стопчат рублей и свинины и баранины это кстати продукции которые делают производят осужденные в колонии на любой формат даже такие шикарные мангалы 3 500 всего посмотрите какие шахматы за 15 тысяч шикарные да это все производят у нас колония 25 тысяч такой вот кораблик классный вот такие мангалы барбекю 9500 10 500 посмотрите какие вещи делать все можно купить пожалуйста и целые произведения искусства я 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 в я устанавливаю я у я я я это